Так же женщина должна заботиться о том, чтобы обучать своих детей. И как сказал пророк Савдов, что каждый ребенок рождается на своем естестве, то есть на единобожии. И пророк Савдов, что родители его делают христианинами, людей или огнепоклонниками. То есть говорит человек, что родители становятся его причиной того, что он перестает быть единобожником и превращается в христианина или людей или многобожника. Если ребенок видит, что мама постоянно занимается поклонением, поминает Аллаха, читает Куран, то и ребенок с дозволением Аллаха будет стремиться похожим на мать. Почему мы, говорит, уделяем время другим языкам, допустим, обучаем детей наших русскому языку или какому-то другому языку, и в то же время не обучаем их арабскому языку? Почему, говорит, родители, на сегодняшний день дома разговаривают только на своем языке или на русском языке и оставляют арабский язык? Каждая мать, говорит, любит или желает для своего ребенка, чтобы он выучил Куран. Если она желает, чтобы ее ребенок выучил Балхафиз Курана, то она в первую очередь должна учить, чтобы быть примером для своего ребенка. И так же, говорит, если не хочет мать, чтобы ее сын, допустим, постоянно смотрел в телефон, то она должна быть для него примером. Как, говорит, мать сама целыми днями в телефоне, а своего ребенка желает обратного? То есть, и так же должна мать стремиться к тому, чтобы их дети совершали намаз в джамаате, в мечети. Но, говорит, если маленькие дети не могут выходить в мечеть, то они должны дома их собирать вместе, и чтобы они читали намаз вместе джамаата.